Ежедневно приветствую мальчишки и девчонки, с вами ваша легальная девочка в Сагер Невермор, и мы возвращаемся вот в эту. Что это такое, мы не знаем, но нас захватили взробные злобные друкари, вставляли на нам разные вещи в разные нехорошие места, поэтому будем надеяться, что непоправимого не произошло. Задача минимум пройти и вырваться. И хоть бы все просто, да? Но есть отдельные сомнения. А мы дедефицировали род ксеносов, представляющих угрозу. Это Эльдары, древние коварные враги человечества. Я был полностью поглощен расследованием нападений по всему парадокторату. Я подозревал, что атаки ксеносов скрывают за собой нечто большее, но... Но... Но что «но» нам так не рассказали. Как вышло, что только вам удалось вырваться из ловушки на Райкаде Минорис? Сколько правды в слухах еретика Кунрада Войктвира, распространения Махавас? А мы такого не помним вопроса к нам. Я закрою глаза на мелкие вольности, которые вы, мощный торговец, позволяете себе. Ну, закроешь, хорошо. Вы обвиняетесь в сношениях с ксеносами, в видательстве Империума и пренебрежению интересами человечества. А сношения не было. Видит Бог Император. Мы пытались, но сношения не было. Неужели мои глаза изменяют мне? Объяснить, Эллантах. Ой, тут все мертвые лежат. Начиная с касси и кружочком. Из-под налобного украшения касси тянутся пульсирующие нити. Одна обвивается вокруг шеи, другие тянут соки. Из чего? Из... Окравленных глазниц и рта. Ммм, я думал, с другого места. Аугментации по скале отделены, но не извлечены из тела. В местах изочленения с органикой скопился гной. Случайный блик пролетает по множеству кружочных лезвий, будто бы проросших изнутри эдиры. Каждый открытый участок кожи Арджент испрещен зателевым узором. Из волдырей, изгоревших до угля тканей. Конечности Абеляра отделили, а затем пришли к телу с удивительным мастерством, использовав человеческие сухожилия. Ну, чем не откажешь этим извращенцам в том, что у них есть чувство от силы. Абеляр... А вот же еще. Все кости кладной торговки переломаны. Аугментированная рука вырвана из очленения, а фаланги каждого пальца... Оставшиеся конечности вывернуты. Как же нам жаль-то, жаль-то, жаль-то их. Трибунал ждет объяснений. Подойдите ближе. Уууу! Торговец Теодора. Вот она стоит. Ааа, вот наш главный свидетель. Вольный торговец. Собственной персоной. Индекс бросает на вас холодный взгляд. Если предыдущих доказательств вам было им мало, ее показания поставят финальную точку в этом запутном деле. В полном лжи, ереси и клятву преступлений. Теодора, ты притащил на трибунал эту девчонку, надеясь, что кто-то станет слушать свидетельства ничтожной еретички? Я была тебе лучшего мнения, дознаватель Ван Калакс. Увы, напрасно. Голос Теодора звучит жжучей и резче, чем вы помните. Лорд-инквизитор отмахивается рукой. Довольно. Пусть говорит. Чем быстрее мы покончим с этим делом, тем лучше. Тогда продолжим. Вскрывая за могуществом дарованного империума патента, Теодором Фан Балансус не единожды позволяла себе откровенно сотрудничество с ксеносами. Руками своих подданных, включая вольного нынешнего торговца, она повергла свой брат-докторат... ...б ересь и особничество. Всеми силами мешая инквизиции и мне лично поддерживать порядок внутри простора. Признает ли вольный торговец свою связь с ксеносами, служением в качестве марионетки и отречения цвета бога императора во имя своих херетических желаний и нижайшей выгоды? Начнем с того, что выгода была не нижайшая, в смысле веру в император и только в него. Воля 15. Шанс успеха 45, тако себе. Благодение сторонник. Ксенос исчез, лорд-инквизитор тут. Да еще и ошибка труб Теодора, но она умерла. Все же не так. Да-да, мы помним. Как только морг спадает, оглушающая боль пронзает изможденное тело. В глазах темнеет и полнота... ...тошнота подпорзает горлом. Но раны напоминают, что вы все еще живы. Морожай Эзереш, дракон Каббала от спустошительной бури, первый клинок Ирэмис, потрошитель Эльдороса, сжигатель Бакакского царства и убийца Короция Бледного. Как ты посмел предстать перед лицом советархонтов темного города с этим низшим существом? Да и сами вы не сильно высоки. А знания Ксеноса, говорили нам учить в школе... ...не получится. Посмотреться над руками на троне, на эрлет, прислушаться к разговору. Молчим и слушаем, сойдем за умного. При всем уважении у... ...назраки. Архонка Бала Черного Сердца. Первый из... ...короче, очень много титулов. Больше, чем у Дамблдора. Я бы не смел беспокоить советархонтов, если бы не... ...советархонтов услышал достаточно пустых слов, ...морожай. И более не желает. Схлестнулись кромки ядовитых слов. В ретевом танце махинация рока. Но кто одержит вверх, а кто падет. Бесспорно, пьеса кончится жестоко. Лебезен был великий кукловод. Портре мрак мне дарва в проход. Великий кукловод? Неужели сам Вект пригласил тебя в эти палаты? Как бы то ни было, пускай ты наш гость. Арибинян. Но на данном представлении ты лишь зритель. А как ты, несомненно, знаешь, зрителям не место на сцене. Не вмешивайся. Приложив пальц к губам, скорбная рогатая маска и не знакомится с насмешкой произносит. Мой лик, немая тень среди теней. У меня знания по ксеносам столько же, сколько у нее. Поэтому не спрашивайте, кто это. Знания ксеноса 0. Присмотреться к этому Эльдару. Знания ксеноса минус 10. 45 шанс. Вспомнить, что вы знаете о Векте. Мы то, что не знали, то забыли. Но давайте посмотрим на него. Провал. Плавное, едва ломимое движение, не похоже на грубые выпады Друкари или осторожные жесты Диси Азуриана. Но головная боль остатки морка мешает вам всокусировать взгляд. Ксенотловик ловит ваш взгляд и чуть кивает. Глубокие тени на его маске на обгоняне будто бы складываются в ехидную улыбку. Вспоминаем все, что знаем и не знаем. На удивление успех на Жанте 45. Высложили жуткие истории о злодеяниях Друкари, но самые отвратные из них связаны с повелителем Кабала Черного Сердца. Именно с Вектом. Могущественным правителем Каморы и опаснейшим из Темных Эльдаров. Тогда молчи и мы слушаем дальше. Морожай, учитывая все обстоятельства, совет признает Архонта Еремиса виновной. Клинок твоей истиной прорубал теневую вуаль, скрывавшую ее прегрешения. Но как ты посмел так оскорбить совет своими бесполезными жалобами? Или надеяться, что Архонт Черного Сердца просится решать никчемные проблемы твоего Кабала? Ты должен был своими руками вырвать сердце Еремис и даровать ее душу Векту в качестве прощения за ошибки опустошителей бури. Морожай вскидывает голову в поисках поддержки, но наблюдающие Архонта лишь кривятся на него. А некоторые даже смеются ему в лицо. Перечить моему решению все равно, что перечить решению Векта, глупец. Позволю мне поручить тебя за твою слабость. Сегодня дракон потеряет своих крылья и пойдет в самое глубокое щелье. За ошибки и дерзость отправляешься на арену вместе с тем взбродом, что привело к Камору. Если ты истинный дракон, то вас прянешь вновь. В противном случае, твои страдания будут насыщать тех, кто достойнее. А мы отговорили, что нечего нас трогать. Сложи оружие и ступай вслед за стражей. Так и быть, я позволю сохранить тебе остатки достоинства. Это последний мой дар тебе, Морожай. А вернемся же к тебе, Ирэмис. Первого вархонта до полусловия смех Ксеноса в маске с звучным баритоном отдаются от свода в зало. И вот все маски на своих местах. Рабочий славе взойдет на шпиль, сметя на дно предателя и вора. Им невдомек, что судьба в их руках. Незадима ведущего актера. Хм. Ксенос подается вперед и с неподдельным интересом осматривает вас с ног до головы. Маска скрывает его худое лицо, а пеустрые облачения чуть сияют, отражая тусклый свет. Так ты щиживаешься без гостеприимства Каморы? Альбинян. Я думал, что твое слово стоит дороже. Ты оскорбляешь меня вновь вмешивать сход сюда. Ксенос на игре накланяется. Не отрывая взгляд от лица на траке. Архонт упрек твой вправду справедлив. Мелодии судьбы сплелись чудно. Меня опутав и пленив силком. Заслушав взеяние, сдержал улыбки. Настало время тени сгинуть прочь. Туда, где занавес воспрять готов. Смех без начала простирает зов. Где-то вот здесь вот на второй строке потерялась рифма. Нас убили. Чего? Нас убили его так просто? Варианты. Можно огласить все, пожалуйста? Потому что там единственная точка сохранения назад была вот когда мы вообще высаживались на этот корабль. Ну, покажи мне, что меня ждет. А, они нас сбросили вниз. Или мы еще живы? Что он делал? Что-то за поза такая. Куда ты руками полез, извращенец? Мир непоградный, полный теплый боли мрак. Вы недвижно лежите. Нет, покойтесь. В нем постепенно растворяется ничто. Иногда ваш покой тревожит неприятная настойчивая дрожь, идущая из места, где когда-то были ваши ноги. Вы стараетесь это игнорировать. Сгинь, падальщик. Не тот, кто не твоя добыча. Смутно знакомый голос доносится до вас сквозь полок тьмы. Но мысли отказываются пойноваться и отвечать вам, когда вы его слышите в шильд слышали прежде. Это было недавно или сотню жизней назад. Вам неизвестно. Купец бездомный, рощет царства грез. За нити кукловоду ухватись и вновь воспрянь тот танец свой исполнить. Во мраке загорается искра, и свет от нее безжалостно режет тьму, окутавшую вас. На сетчатке проступают уродливые изображения окружающей вас реальности. Вы снова ощущаете свое тело, тело исполненное боли. Плечо саднит от укола. Ммм, без чашки кофею я не ловью. Увы, но нега смерти не спасет. Тебя от вальса шансов и тени. Новый укол обжигает плечо. Мрак окончательно изгоняется из вашего разума. Чтобы мне ввели, это заставляет сердце биться словом взмошедшее. Зрачки сужаются и с неприятной резкостью фиксируют каждую деталь. Устойчивость, ощутить свое дело. Нет ее у нас. Хотя не ощутили. Вы немедленно жалейте в этом решении. Каждая частица тела испытывает страдания. В голове измождающая боль. Тело покрывает глубокие порезы. Ваши органы все вроде бы на месте. Чего не сказать о крови. Потеряли вы ее немало. И странная судорога время от времени рождается в основании затылка. Она не сильна. Но тревожит вас больше всего. Да, нам туда клевцом мощно прилетело. Ваше снаряжение бесследно исчезло. Как и ваша обувь. Под рукой нет даже ножа. Которым можно было защититься от врагов и скрыть вены. Усмудриться. Вокруг мертвецы. Множество трупов из родных тел. Люди другари и иные. Совсем незнакомые ксеносы. Все лежат неподвижно. Неизвестный на взгляд оказывается... Точнее взгляд отказывается фокусироваться на неизвестном. Он вроде бы высок и... А сам отказывается продолжить изучение. Ибо каждое мгновение концентрации прежде всего приключают вам страдания. Где? В кулисах среди актеров и теней. Где нити кукловода распростерты? Пальцы фигуры прихотливо сплетаются, изображая инструмент кукловода. А соратники мои? Не здесь. Их роли решены уже. Играй свою. И может быть сюжет сведет вас воедино. Или погубят. Последний шепот увертюра стих. Пора купец бездомный совершить паломничество на подмостке сцены. Прощальный дар мой. Скромный реквизит. Неизвестно, что-то вкладывает вам в ладони и растворяется в сумраке. Получен предмет подарок из могилы. Быть может в прежней жизни вы повеливали многочисленными планетами миллионов подданных. Но сейчас даже собственные ноги вас не слушаются. Словно карая вас за одежность. Конечности посылают вверх по телу разряд боли. Однимаемся. Утро настало. Выбраться со свалки трупов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте хоть инвентурии посмотрим, что нам дали. Нам дали неплохой пистоли, вам скажу. Очень даже неплохой. 13-14 это даже не грустно. Можно экипировать x2, что-то такое. И куда его можно экипировать? Оружие с нашего корабля мы тащим на своем горбу. Вот свое, но мазд-драйверную пушку мы не отдадим ни в коем разе. Брони нет, оружия нет, тринкетов нет. Как Дарк Солзи на первом начале. Трупы дружелюбно улыбаются и тихо шепчут. А бой покончено, давай к нам. Мертвецы сброшенные отсюда куда-то сверху шепчут о том, как прекрасен был их долгий полет. Да, если не разговаривают, то это грустно. Было мерцятское тюрьмо о. О, здесь есть живые, здесь есть живые, это не так грустно. Уродливые нищие. Не трожь, это мой покойник. Есть трофеи. Мельтозаряд и мультиключ. Неплохо, неплохо. Еще один. Стимпак. Забрали. Где-то можно экипировать его сразу. И еще один. И еще мельт, еще один ключик. Проклятый кун радубил ваших людей, сорвал ваш стяг и повесил вместо него свою юридическую тряпку. Каком месте? И причем тут кунрад? Бродяган. Ты меня не обижай, что с меня брать? Жизнь твою и шупеньку. Но последний нас особо не интересует. Так, там все забрали или не все? Рофея вроде не все. Еще один стимпак. Богато живут местные нищие. что я вам скажу. И еще мельтозаряда. Еще мультиключи, слушайте. И еще стимпак. это даже интересно стало. Смотрим, кстати, на карту. Где закрытая зона, где открыта. Потому что вот это похоже на лифт. Но это не лифт ни разу. мельтозаряда. А значит нам другую сторону. Бородяк, который стоит вроде бы с мечом даже. нет. Нет. Возвращаемся назад. Проход немножко налево. Опс. еще одна сумочка. Медицинское обеспечение здесь в Адакаморио лучше, чем у нас в жизни реальной. И вот тут я посоветовал с Абакотом разработчикам вставить сейфгейм автоматически после вот этого вот боя маленького мини-катсцены. Потому что одному завалить троих эльдаров это не кучка постела я вам скажу. Хотя есть обходной вариант, который тоже не сразу сработает при нашей плохой атлетике. Да, вот не сработало провалено. А что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Как вы понимаете по инвентурию я уже разочек пробовал. Получилось так себе. Прям скажем. Медсумку мы юзать не можем. А медь-то заряд суши. В качестве оружия не юзается, да? Экипировать невозможно. Было бы удобно. Было бы очень удобно. Можем попытаться обойти их по стилсу. То есть у них какой-то есть расход проход. Когда дальние там ближние здесь отходят в кабале двое. Но не ни фига подобного. Они сейчас идут сюда и нас наваляют. Зараз такая. И даже по одному нормально не разберешь. У них маршруты пересекаются. Вот она наша адская головная боль. А нам нужно куда? Нам нужно или сюда или сюда. По-моему нам нужно сюда потому сюда шнурт отвел. Там давайте попробуем. они отойдут. Вот вот уже более реально. Тихонько обошел. Молодцы молодцы обожли 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 не палимся не палимся смысле там аржента мысли там аржента зарос дага где там аржента нажлю показалось аржента где-то далеко нас ввели в заблуждение что происходит здесь лающие выстрелы оружия складываются вне одобрительное ворчание Теодора потом так выглядит больно торгуются но здесь происходит что-то странное ваши отважные облюстители ни на секунду не прекращают тренировки ведь кундра может вернуться и вновь атаковать корабль нас наверное накрывают до сих пор в люке но выход же выход же куда попали здесь я на что-то хорошее прислужница злобы ревущий прислужница злобы а вот это злоба это длинная змеюка нам сюда не нужно я вас понял мы люди не горды мы люди простые мы свалим скажем нас здесь не было Какой-то быстрый переход был прям Только не туда Придется обходить, да? И заюзать лестницу тоже не вариант Можно я как-то добрострейфлю По краешку, по краешку так Нельзя, да Чо в самый центр перец-то? Логово, где вы оказались, полнится клубами дурманного дыма А по стенам стелятся живые тени В центре всеобщего внимания расположился змееподобный ксенос Он поглощен беседой с изнеможденной бледной друкари На вас он не обращает внимания, как и никто здесь Провал на ксеносов? Данный вид богокульных ксеносов вам не ведом Но сам облик говорит о злобном нраве и врожденной нечестивости Медицинка окинут взглядом в зал Все собравшиеся здесь при оружии и сделают нам посещение доктора очень сильно необходимым Смотри к ксеносу Вожак банд обладает мощным сложением И в низких местах его блестящая чешуя залатана гравированным металлом Длинный хвост свивается кольцами А змеиная голова плавно раскачивается из стороны в сторону Ксенос пребывает в блаженном расслаблении Его спутница, тощая друкари, угодливо заглядываем в глаза Ее тело украшено сотнями вставленных стальных бусин И тысячами аллых отметинат инъектора Поговорим? Сфенос вас или не замечает, или делает вид, что не замечает Его глаза на мгновение скрывает радужная перепонка Видимо аналог многозначительного взгляда Не опускаясь до вас, свой взгляд Позже на скеле друкари цедит Злоба хочет, чтобы ты сгинула жалкий человек Мне нужна помощь, я ранена Да, эти все добрые люди нам помогут Заплатить нам нечем, умолять нет смысла Никогда не верь, не бойся, не проси Чудесный денег, не так ли? Ты злоба, верно? Я злоба, ты неудобство Убирайся, если не хочешь знать, как злоба разбираться с неудобством Людишка Допустим, мы заплатим потом У тебя еще нет Не трать мое время Синус не отрывает взгляда своей собеседнице А напор минус 20, шанс 15 Устойчивость вообще никакая, 0% успеха А если ценными услугами? Да какая тебе будет польза Впрочем, если хочешь услужить мне Есть для тебя дело Температуру в логе контролирует атмосферный конвектор Мусорщик, который сбыл его, мне забыл сказать, что он неисправен И к этому, к его глубокому сожалению, не смог его починить Теперь обманщик мертв, а я испытываю дискомфорт Кровь моей расы холодна Мы любим теплые гнезда Видимо, их ребят нет смекалистого техника Если можешь починить конвектор Я смелуюсь над тобой Мы с Паскалем-то не каждый раз могли Мне это по силам Но ты всего лишь издеваешься Поручай мне столь уничтоженную работу Почему бы и нет Я могу себе это позволить Или может быть я просто верю Не верю, точнее, что ты заканчиваешь Что-то большего Выстрелить в лоб Друкари Танс попадания 15% Ясно, понятно, злые вы все Отходим, уходим Ревущая, ревущая, ревущая прислужница А ведь надо было качаться мощно Нищенка без всякого разного Кстати, атлетика вроде бы должна быть Проверка вот здесь вот На переход туда, но нету ее Или мы себе сломали обе ноги В стаке у нас есть две боли Две травмы Тут мы себе сломали все-таки Где там твой конвектор-то? Я могу починить Или нет, да? Вот это, наверное, он Попытаться причинить механизм Или доломать еще больше Ксеноустройство отказывается пойматься Ивестным вам техномолитмом У меня есть мультиключ Вам удалось разобраться В эррациональном замысле По которому создан механизм И запустить его Да, Далилу удалось мультипаспорт Не тратя времени Вы приближаетесь к чудовищу Те нужды явно стало комфортнее Сонливое оцепенение Вызванное низкой температурой Сменилось вальяжной медлительностью Некоторый починен Помоги мне Зачем? Конвектор ведь уже починен Чего мне тебе помогать? Те немногие силы Что еще оставались в вашем теле Подошли к концу Вы подаете на пол И тьма Гасит ваше сознание Ладно Застопайте людишка Она была полезнее Всех вас вместе взятых Чувства к вам возвращаются Тело все еще болит Но уже не умирает Ранная скорую руку Стянутая металлическими скобами Рея испещрена следами инъектора Словно швейная пульта Подушечка для игл Кто бы не оказал вам первую помощь Он вряд ли обладал Квалификации хирургиона Которого можно допускать К персоне вольного торговца Уже ты вновь с нами Не знаю Позволить Поздравить тебя с этим Или посочувствовать Благодарю за помощь Плевать на твою благодарность Людишка Ты отработаешь каждый стимулятор Что я на тебя потратил Стоит вам подняться Как вас охватывает Странные ощущения нереальности Вы будто бы все еще там Странно мороки И все вокруг вас Лиспорченные миражи Ядро продолжается По вашему разуму Рвет его контакт с телом Приходится приложить усилия Чтобы удержать мысли Что вы это вы Что мысли Это шарит Имел возможность Полюбоваться своими глазами Как он вцепился В твой сменный мозг Какая большая личинка Зубастенькая Сейчас она подыхает У них короткий срок жизни А значит я до нее Стал особенно токсичный Периодически ты будешь Тереть связь с реальностью А когда он сдохнет полностью Финальная доза отравы Заставит тебя развериться Что твое тело Это твое тело И сердце просто перестанет биться Нас что-то преследуют игры В которых Какая-то личинка Залезает нам в мозг Я конечно мог бы Вырвать из тебя эту дрянь Но зачем Питай что это гарантия Твоей благодарности Работаешь в своем лечении Я тебя освобожу Брежишь ты Ну или можешь Отвернуть мое приложение Поискать помощи Где-то еще Слышал про ту задыхающуюся людишку Что вечно окрутится У врат Восстановительскую оперу И умоляет Гимункула Ее спасти Она не может нормально дышать И даже имя произносит Своё потешно Джхайхидари Будто из вот-вот И спустят дух Нам нужно отдержать А почему ты от меня Решил помочь Ты дерзкая отродья Хоть и хилая А раз ты еще не сдохла Значит себе что-то представляешь Может быть полезно Че ты от меня хочешь Убей для меня Спустись в его вечный сектор Найди там выродка От твоего сородича Который зовет себя комиссара И выпусти ему кишки За это ты получишь мое расположение Прорыве оно значит многое Это кто же? Не Хенрикс лечал сам Пленник друг Ари Взомнишая себя Излежка много Вместо того Чтобы спокойно сдохнуть на арене Он прячется Собирает вокруг себя Своих других невольников Вашей расы И строит убогие планы мести Многие слушают его Допустим Допустим Но мне нужно быть дороже Сначала докажи что полезно Справишься И злобу позаботиться Чтобы у тебя были хорошие цацки Не раньше Почему я? Потому что в вечный сектор Место страшное Название? Название мне неприятное И место неприятное Это основание шпиля В котором мы обитаем Амуро сшито из лоскутов Разных измерений В том числе Эти лоскуты начали рваться А пространство коллапсирует И нехорошо там в общем Как в варпе без поля геллера Убьем Принести голову комиссара Как-то резкая игра Перешла от хорошего К не очень хорошему Только-только мы рассекали космос В виде вольного торговца А теперь вот и найти Пожалуйста Получите Распишитесь Ну ничего Делать нечего Так что это такое Огонь о мыслееда Отравляет разум галлюцинациями Многое стало понятно Ревущая Ревущая Если мы их облутаем Они не сильно обидятся Кабалит воин Вдруг каренью власть Толь сюда падают Опц Переключатель Мостик это Точнее трофей это Вокационный шлем Пси меч Древний психосиловой меч Который был по-моему Хедрикса А вот гранаты Это хорошо Гранаты и стимпаки Забираем все Одеваем шлем С мечом немножко грустно Не залазит Особенно в слот для кольца Трансмедиальный пластырь Снимает одну травму У нас есть травма Старая рана Это старая рана Она лечится только на корабля Ксеноплазмграната Наверное два стимулятора Меняем на две гранаты Есть такое Бродяга Бродяга-бродяга Сердцеед по имени Казанова А куда нам идти? Хотелось бы полюбопытствовать Переход не появился случайно нет? То есть я вижу level ниже Да было бы неплохо А здесь перепрыганье-то Был бы балдасгейт Реально прыгнули бы Арта, помоги даже путешественниц, пожалуйста Вижу вот это странное место Как на него смотреть? С какой стороны ты это сказала? А грустно, грустно, грустно Я не вижу куда нам идти То есть нам или возвращаться вниз Откуда мы явились Что-то будет довольно странно Сюда мы не переберемся вообще никак Ни проверки на атлетику там, ни проверки на атлетику здесь Окей, возвращаемся-то одна назад Это же самое странное Не отмечается даже переход В то место, откуда мы явились Так, здесь не подъем, здесь не подъем Может быть сюда? Вот Отсюда мы пришли Лестница, лестница Фигня какая-то любит друзья Нам придется идти через трех этих криван и другари Идея такая себе Не со звездочкой Ну тебе давайте попробуем Оу, а их тут уже нету Их тут уже по... Не, не порешали Ирлиет Ах ты ж падла ты такая Сейчас тебе наваляю Гранату засуну на такое место Где ты ее Ни в жизни не достанешь Эльдарка проводит по лицу рукой Причем ворону заклан Бледная кожа обтянула кости черепа Голаза утратили блеск А шея склонилась под тяжестью неведомого груза И все же вы ее узнали Это предательница Ирлиет Некогда ваша спутница И причина заточения в темных стенах Элантах Тогда запасись страданием Ведь наша маленькая костья Может извлечь из чего много Много страданий с первой жертвы Чтоб твоя добыча далека от полного опустошения Ирлиет Приложи усилия И там кто-то подсказывает Ирлиет сжимает клинок в руке И тут же морщится Касаясь камня души Кристалл сочится красным сиянием На лице рейнджера написано Мука Стады не исполняют меня Довольно Я больше не выдержу Вырвать клинок из рук Ирлиет И убить Дрокари Где он стоит-то? А че-то его не вижу Оставить Ирлиет с Дрокари Ирлиет Я планирую найти выход Из этого места Давайте так Вырываем клинок у Ирлиет Убиваем Друкари Ирлиет Это наше Руки прочь Друкари слишком поглощен муками Жертвы Ирлиет Чтобы отреагировать Клинок пробивает его горлом И ксена свалится С дрожжа раздирающим хрипом Его собратья хватаются за оружие И замирают явно зачарованными Мучениями бьющегося вас В агоне собрата Из игрушек темных Собственность Монкай Мой путь беспочатен ко мне лантах Отведь же Найдешь ли ты в сердце силу И решимость Чтобы простить меня Чтобы вновь Продозволить разделить твой путь Не путь ты ты разделишь Но я же говорю До плахи на Атере Но чтоб ты там не дергалась Да я прощаю тебя О твоя велика душа Оно позорит меня И в то же время возвеличивает Ля-ля-ля Тополя Лесные листья на ветру А теперь прочат кошмаров Что протирают свои стрекалы В самые потаенные уголки души Ох уж это Высокопоэтическая Друкарийская хрень Что у тебя по оружию есть Там самое главное скажу У нее есть нормальная винтовка То есть нас облутали Обобрали Обобрали А у них нормальная винтовка Ну надо же И можно попробовать снять старую рану С помощью медицины Мы таки даже попробуем Потому что нам долго не предвидится Лечение нормально Да Сработало Шанс был такой Сильно сработало Замечательно Тогда выдвигаемся дальше Трубродяги Тело изродовано наростами То и дело Появляющиеся С исчезающими И все такое Не-не-не-не-не Пальцем не тычем Рычажок Мы нажали на рычажок И одно тело здесь убило Что за фигня Ножик Хм Рабочая схема Оу А вот вдруг Арем Вот и они Здрести Можно Просто пройдем Можно Серьезно Какие вы добрые Вдапе Взрывотехника Хуже чем взлом Поэтому не будем трогать друкари 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 хренари друкарийские политушки техника нет да мы еще часы камору облутаем мы чудо будем строить с огромным баулом на горбин такая клетчатая сумка с надписью вольный торговец во славу императора развалина тебе сюда нельзя мясо сам такой ищу трофею ищу трофеи он заперта заперта ну ладно мы ли не гордым мы здесь здесь ничего нет таком тогда на левый путь но скажу от рисун дольки оригинально здесь пока только политульки вот сюда нам а здесь еще ничего нету степи с ней спросить куда нам идти до нужно а то мы слегка потерялись и не знаем места карта если что я вижу это вот это вот она пустое дал безбожие здесь что ли нет 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 еще раз нет лететь то куда трофеи мы облутаем трофеи упакованы в грузы корабля главное нет а трофеи упакованы в груза терминалов нет июзануть по летушку мне его подождите сверху а чё это такое сверху классное такое сверху мы его не видим с друкарями разговаривали что друкарь головорезы трофеи невскрываемую может там еще где проход было мы не заметили например вот это место хотя нет то выход туда где мы уже были очень сильно кривая дорога нам уж уж не пояснили куда нам нужно на маленький финальная пробежка наверх и вот 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 то место сверху а может туда не не добегаемая будем теперь будь к развалинам она из напоминовано здесь поэтому может быть она дверей по сторонам точно нету а тут не подъемных случаям вдруг тебе сюда нельзя мясо а куда мне можно а вот и дверь наверно нам его убить нужно я я так уже не против но не дается много разваленных тел и больше у яхта не юзабельно сделаем паузу и долго судорожно ищем за кадром чё нам еще нужно сделать потому что я анюшка в шоке и непонимаем пока что не забываем про наш телеграм дискорда в контакт ссылочки все тоже под видео описание всем удачи до встречи во славу императора думаем что делать дальше